МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Республики Армения, сообщает Министерство обороны Республики Армения. Министерство обороны Республики Арцах опровергло муссируемые в некоторых соцсетях и СМИ сведения о том, что погиб военнослужащий армии обороны. Муссируемые в некоторых СМИ и пользователями социальных сетей слухи о том, что 29 июля погиб военнослужащий армии обороны, не соответствует действительности, говорится в официальном сообщении. В ответ Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что накануне азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на участке села Тагавард. В течение дня в районе Тагавард было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по позициям вооруженных сил Нагорного Карабаха. Командование российского миротворческого контингента в сотрудничестве с представителями азербайджанской и армянской сторон складило инцидент, говорится в сообщении. Отношение военно-политического руководства Азербайджана к армянам на протяжении десятилетий проявлялось в ненависти, физическом и психологическом насилии, преступном поведении умышленного лишения жизни и нет никаких оснований даже предполагать, что в обозримом будущем Азербайджан может изменить эту стратегию. Об этом на своей странице в Твиттер написал государственный министр республики Арцах Артак Бегларян. Баку уже угрожает или как минимум шантажирует Вашингтон. Правительство Азербайджана пригрозило приостановить деятельность американских компаний в стране, продукции или услуги которых предоставляются в Нагорно-Карабахском регионе, которые в настоящее время находятся под контролем российских миротворцев, говорится в заявлении Госдепа США. Отмечается, что власти Азербайджана запретили въезд в страну некоторым лицам, посетившим Нагорный Карабах. После того, как Азербайджан при поддержке Турции восстановил контроль над четырьмя прилегающими территориями, соглашение о перемирии, объявленное Азербайджаном и Арменией при посредничестве России 9 ноября, привело к мирной передаче Азербайджану контроля над тремя дополнительными территориями, а также размещению российских миротворцев в регионе. Перемирие в основном сохранилось, однако напряженность остается высокой, особенно вдоль границы, которая не разграничена полностью, говорится в заявлении. Во дворе Степанакерцкого армяно-итальянского образовательного комплекса Антонио Арслан «Смерть детей», «Песни», «Танцы». На мероприятии присутствуют представители Министерства образования и науки, представитель фонда «Христиане в нужде». Притворяется в жизнь очередная благотворительная программа. На территории образовательного комплекса открывается детская площадка. В тот же день в образовательном комплексе была организована выставка. На суд зрителей была представлена уже готовая продукция. 29 июля был задержан офицер армии обороны во время войны 2020 года, занимавший должность командира оборонительного района. Об этом сообщают и Следственного комитета Республики Армения. Полковник СА в условиях усиленного боевого дежурства нарушил установленные рядом нормативно-правовых актов правила несения боевого дежурства. В результате 27 сентября 2020 года около 7 часов 10 минут вооруженные села Азербайджанской Республики совершили широкомасштабное нападение по данному оборонительному периметру и в последующие часы прорвали оборону ряда боевых позиций, командных наблюдательных пунктов и вторгли в тыловые части, в результате чего весь личный состав воинской части вынужденно отступил. Села Талыш и Матаки с Мартакерского района Арцаха перешли под контроль противника. В качестве меры пресечения к нему применен арест. Предварительное следствие продолжается. Вопрос Карабаха не является для Армении территориальным. Приоритетным является вопрос безопасности и защиты прав карабахского армянства. Премьер-министр Пашиня в одном из своих выступлений в Национальном собрании отметил, что есть идея отделить карабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. Мы должны активно обсудить план дальнейших действий. Об этом в интервью Армен Пресс сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова